всем доброе утро с вами снова по им зап второй день ремонта карнивал напомню что мы делали вчера вчера мы сняли головку блока цилиндров сделали полностью дефектовку отдали головку то есть мы ее прессовали она у нас газила потом отдали на шлифовку вот ремонт мы по головке закончили то есть мы притерли клапана сменили по съемные колпачки сегодня вот сейчас заглянем сюда смотрите также мы вчера вечером подготовили пока все у нас происходило подготовили плоскость блока то есть почистили вычистили заменили водяной насос вот он у нас стоит оригинальный водяной насос мы новый поставили здесь тоже почистили под крышку грм то есть все вычистили помыли слили масло у нас сейчас задача то есть прежде чем устанавливать головку блока цилиндров мы будем устанавливать теплообменник смотрите там у нас по теплообменник у нас было много тоже споров якобы на двигателе двух литровым я там и б аж а и hb и даже на бензиновых там к ей к д у них идет один и тот же теплообменник то есть дизельный бензиновый двигатель него были споры о том что они колечки уплотнительные там количестве четырех штук мы будем менять два только якобы отдельно не идут идут только с полностью с корпусом то есть теплообменника вот мы приобрели оригинальный комплект прокладок скрыли его и там ничего нет стали рыться по программам да вроде бы идет но все же искали искали и нашли вот сейчас покажем вам как они выглядят и с каким они номером смотрите вот наш теплообменник то есть подготовленный заранее помытый и вот они резиночки то есть которые идут сюда большая и маленькая и вот напомню вот наши были старые то есть они жесткие полопались и вот здесь есть даже ржавчинка у нас блок поддался немного коррозии блок мы тоже зачистили и также здесь есть трещинки полопалась и ржавчина сейчас попробуем вскрыть вскрываем и будем устанавливать туда и наружной внутренней стороны судя по кольцу у нас нету то есть просто устанавливаем кольцо ну вот очень хорошо плотно села колечко скрываем следующую также вот здесь между корпусом масляного фильтра и теплообменником самим стоят точно такие же два кольца то есть если открутить вот эти шесть винтов то есть отделиться и там стоят точно такие же кольца с таким же номером вот у нас сам теплообменник смотрите следующее что нам придется мне придется нанести сюда небольшое количество герметика совсем чуть-чуть дело в том что блок поддался коррозии причиной скорее всего стал тот пятый болт который мы обнаружили был нижний не закручен то есть видно на колечках и на блоке есть небольшая коррозия то есть плоскость не совсем ровно и в целом все в порядке но лучше перестрахуемся и вообще прям маленькое-маленькое количество сейчас вот прям покажем но берем хороший качественный герметик он нас черненький и прям аккуратненько аккуратненько наносим если конечно же у вас с плоскостью на блоке все порядке то ничего не надо можно в дашечку побрызгать либо литольчиком помазали чтобы момент затяжки и и не скривил все сейчас будем устанавливать по болтам у нас получается непонятная какая причина почему 5 болт был не затянут болты все одинаковой длины то есть мы видим 5 но нижний был почему-то не закручен где он у нас какой был болт вот у нас 1 2 3 4 а нижний болт непонятно там даже я не могу понять где он находится сейчас мы попробуем туда посвятить а ну вот же нас получается принципе так 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 если мы по блоку смотрим это у нас получать самый нижний вот этот болт вот он уже на самом поддоне ну что сейчас возьмем аккуратненько головочку так подвинаться наверно сразу сразу возьмем какой-нибудь верхний болт который она будет поудобнее и наживим направляющей здесь ничего нет поэтому ловить придется руками то есть все можно сразу бросить второй болт чтобы он нас не прыгал то ну и принципе в доступе третий болт у данного теплообменника есть направляющий то есть сам он пластиковый но есть направляющий но все равно не нужно усердствовать то есть здесь нагрузка не нужна большая вот маленькую трещоточку взяли подтянули то есть почувствовали что до упора сел и все это достаточно нужно затягивать там каким-то прям огромным ключом чтобы сорвать так и последний у нас последний пятый волк сейчас мы точно проверим как он у нас садится он у нас находится еще ниже вот данный болт опять не дотянулся то есть значит когда кто-то все-таки же разбирал было понятно что ее снимали но ее не шлифовали то есть прокладки новые не устанавливались может быть подголовку отдельно брали но впуск выпуск и какие-то теплообменник вокруг стояли на герметике хозяин тоже об этом не в курсе то есть у него спрашивали он не знает подберем сейчас болт болт возьмем покороче то есть вот где то вот такой у нас примерно там упирается нет данный болт короткий чуть-чуть подлиннее значит надо все тут принципе понятно почему он бегал дело в том что там направляешься и так ну и все последний блок тоже также подтягиваем руками еще раз проходимся проверяем все затянуто с теплообменником мы закончили колечки заменили там у нас сейчас установим балансир на подрамник и также установим стартер и уже после того как закончим то есть там с проводочкой чтобы более удобно было начнем устанавливать головку блок цилиндра то ремонт наш идет дальше как и говорил то есть головочку собрали клапана на месте все притерли на стоит она шлифована отремонтирована полностью также мы сделали фрезеровку шахт топливный форсунок если видно вон зачистили то есть у нас будут устанавливаться шайбы пламя гасящие натопленные форсунки так смотрите начнем головку собирать удобней и проще начать с выпускного к выпускного коллектора то есть это будет проще и быстрее начать надо со свечей накала вот свечи накала то есть мы почистили помыли проверили каждую свечу все свечи работают поэтому будем устанавливать назад их прежде чем устанавливаем так как завода не просто вкручивают туда мы обрабатывать будем температурной смазочкой чтобы в дальнейшем без проблем можно было выкрутить их большого усилия не нужно какого-то прям грандиозного резьба довольно длинная здесь достаточно так вот так свечки затянули следующие устанавливаем шлейф вот такая гадкая вещь для данной машины очень часто сгорает вот в этом месте она от нагрузки не выдерживает так с этими гаечками тоже предельно аккуратно здесь все очень тоненькая нежная так дальше дальше идет топливная рампа смотрите на машинах у которых стоит регулятор давления топлива при снятии головки его необходимо открутить и там есть сеточка помыть сеточку помыть топливную рампу так как снято это сделать очень легко то есть я ее уже почистил помыл и будем устанавливать ее назад вот рампа прикручена теперь кронштейн вот такой кронштейн то есть его надо нам сразу тоже установить пока у нас есть для этого возможность так теперь будем устанавливать пускной коллектор так нам надо что-то подложить чтобы коллег головка не плясала вот но так можно будет что-то поставить вот вот так отлично здесь тоже плоскость мы почистили коллектор заранее был помыт то есть вот здесь заслонки обычно сажа грязь сейчас извлечем вторую прокладочку у нас она кстати подтекала в нижней части пропускала вот прокладочку мы оставляем для клиента так смотрите вот такой у нас комплект прокладок где находятся вот такие прокладочки и еще есть вот такой маленький мешочек со всякими колечками резиночками шайбочками вот наш прокладочка так у прокладки также впускного коллектора вверх-вниз разницы нету то есть право-лево тоже нет допустим у некоторых есть разница то есть наружная внутренняя сторона на этом данном двигателе разницы нет вот посадили все прокладочку и коллектор опускаем на свое место вот так так по коллектору так как у него там стоит резиновая прокладочка сильно усилий тоже не должно то есть у коллектора есть ограничители который когда дойдет мы можем почувствовать даже маленькой трещоточкой вот все то есть он уперся и дальше он не пойдет как бы вы не тянули коллектор у нас установлен теперь переходим к обратной стороне то есть установки турбины здесь мы головочку немножко перевернем вверх ногами так как чтобы плоскость у нас шлифованная не испортить можем подложить к что-нибудь такое допустим баллончик какой-то также берем прокладочку у нас вот здесь по краям идут такие болты с такими втулочками они боковые два справа два слева так ну все с коллектором у нас тоже все готово теперь устанавливаем турбину есть такие вещи которых не хватает внутри поэтому будьте готовы к ним то есть для турбо компрессора прокладки комплекте не идут именно поэтому мы и оставили то есть прокладочку можно использовать второй раз никаких проблем с ней не будет так вот он наш компрессор кундочку поставим экранчики сразу того нам потом не мучиться не подлазить у нас два экранчика имеются этот у нас на ту сторону этот я понимаю вот сюда да все верно этот отсюда экранчик еще следующее теперь нам надо тоже не забыть напоминаю что много прокладок не хватает комплекта их надо заказ отдельно мы сейчас будем устанавливать теплообменник и устанавливать его будем на старую прокладку вот это у нас корпус клапаны егр и корпус термостата тоже все подготовили помыли почистили прежде чем ударить пистолетом мы наживем их немного если меня кто-то осудит за то что я закручиваю пистолетом дело в том что с этим пистолетом я работаю уже больше шести лет с одним и тем же то есть он не очень нравится не подводит меня инструмента свой уже чувствую поэтому тем более вот мы после этого перепроверили уже руками так ну вот так у нас теперь выглядит эта коряга получается такая вот она у нас все больше и больше становится теперь уже можно устанавливать турбину так на турбине гайки у нас были там одна подключена 14 неплохая резьба вторая на 15 и вот еще стандартная была шпилька выкрутилась мы сейчас другие возьмем гаечки оригинальные все порядок теперь мы ее здесь у нас снизу еще один с головочкой закончили будем как снимали так и будем устанавливать сейчас мы положим прокладочку уже непосредственно головки блок цилиндров вот так она у нас выглядит с таким отливом в сторону это обычная стандартная прокладка смотрите пару слов о прокладке и нашем ремонте задаются таким вопросом что какую ставить прокладку давайте начнем не с того какую прокладку а что мы делаем мы делаем голов то есть мы шлифуем головку блок цилиндров у которой нет камера сгорания то есть это говорит о том что у нас есть индикатор вот он крайний покуда мы можем максимально снять головку блок от цилиндров то есть шлифануть до тех пор пока клапана не станут по уровню рабочей поверхности так вот сколько бы мы не шлифанули там у нас 013 мы сняли с головки или там 025 это неважно прокладка идет стандартная прокладка устанавливается второго или третьего ремонта лишь только тогда когда мы точим сам блок плоскость то есть если мы сточили блок значит поршень вышел наверх то есть он будет торчать и вот именно чтобы поршень не торчал как раз то и ставят там прокладку 2 3 ремонт поэтому нас прокладка обычно стандартно так ну вот у нас уже здесь мы смотрели то есть у нас здесь все подготовлено по головке то есть и по плоскости все зачистили порядок воду этих прокладочек они как бы идут переходные как евро 4 так и евро 5 отличие в том что вот у них как раз резиновые вот это вот уплотнение стоит на более новых машинах вот она уплотнение то есть под канал вот они уже идет то есть на старых этого не было так по прокладочку сейчас я уложил чуть-чуть я допустим до сих пор пользуюсь дедовским способом прокладочку стальную или пара нету я ее смазываю это мое личное то есть по опыту нередкость приходили машины вы когда проходили там десять три сорок тысяч и у них случалось что-то с головкой то есть шли газы или выбросы и при снятии я видел как по рабочей части вот компрессионная часть именно где видно что при затягивании болтов гбц вот здесь были складочки прям такие допустим здесь складочки здесь здесь это говорит о том что при стяжке то есть ее подкусила где-то и сделала складочку принципе ничего страшного только единственное что долго это это не ходит будут люди которые будут оспаривать это но я вам так скажу когда у нас будет все идеально то есть идеальная плоскость на головке идеальная прокладка идеальный блок тогда да я согласен с вами но наш блок сожалению на данный момент не идеально то есть по плоскости он ровный но он имеет какой-то там коррозию то есть раковины шероховатости ну вот небольшим слоем прям ли тольчиком промазал я и уже укладываем сам прокладочку сейчас возьмем помощника и с кем-нибудь двоем аккуратно положим ее туда укладываем аккуратно не торопимся вес большой так стоит еще дальше чуть проталкивать нальем училась с маленький стаканчик масла мы будем смазывать им болты ну и в дальнейшем он уже для постели распредвалов пригодится нам это дали дали болты у нас вот они в количестве 10 штуками то есть нам надо 10 болтов болты тут изначально уже помазаны так вот у нас смотрите там еще был разговор про шкив колевала то есть была торван демпфер также вы меня очки вот она трубочка которая подачи маслом на турбину будет замена производится так здесь у нас находится оригинальный ролик тоже который мы будем менять так он выглядит так ну что берем болтики и будем аккуратно и туда опускать много тоже не нужно то есть так ну что смотрите головочку поставили болтики подготовили сейчас соответствии с моментами затяжки данной головки то есть затянем ее сделаем это два этапа допустим там у нас будет если не ошибаюсь 5 кило потом 90 градусов дадим ей постоять там час полтора и потом уже затянем еще один последний этап но пока у нас будет она давать усадку мы будем собирать все остальное то есть вокруг у нас работы очень много начнем наверно там турбины скорее всего вот и закончим у нас здесь также на этой машине то есть уже ремонт уголовки добавилась заглушка гигр клапана мы глушить будем здесь на дроссельные заслоночки добавилось удаление каталика то что мы уже сделали то что подготовили вот такой катализатор у нас мы разрезали его из заварили производили также замену колодок рубки заднего контура на кондей и так далее так ну что сейчас перерывчик маленький и будем затягивать добрый день с вами компания омзап для тех кто проживает не московском регионе и не имеет возможности привести к нам свой автомобильный профессиональный ремонт двигателя можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат вы оплачиваете доставку до москвы а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет двигатель также мы пришли вам полный видео обзор дефектовки ремонт вашего двигателя так ну что начнем сейчас подтянем болты так берем динаметрический ключ он нам нужен чтобы сделать первый этап как гласит документ первый этап затягивается семьдесят восемь и пять ньютонов всех болтов есть 0 5 плюс минус 80 78 ключик смотрите если пользуетесь крючком берите соответственно качество получше ключа но качество это не главное любой ключ любой ключ динамометрический он сбивается то есть его нужно настраивать регулировать то есть хотя бы раз месяц есть специальный приборчик которым можно проверить то есть он крепится такой на стеночку вставляем ключ выставляем и пробуем нажать наш ключик исправен проверен поэтому начнем так я думаю что ничего нового все как всегда первый болт будет вот этот то есть 1 2 3 4 5 6 то есть вот так пройдет змейкой тянем пока ключ не щелкнет вот это у нас пятый болт так ну все теперь ключик нам этот больше не нужен но по крайней мере мне он не нужен ослабляем обязательно не забываем ослаблять ключ всегда следующие два этапа по 120 градусов если не знаете как сделать 120 градусов допустим на глаз и то есть нет опыта есть такая муфточка специальная угломер составляется между то есть удлинителем и самим воротком который показывает нам угол так у нас вот этот первый болтик вот смотрите вот здесь у нас будет 90 вот здесь у нас будет 120 то есть я буду тянуть без него и опять же чувствуется по усилию то есть когда вы тянете головку должны чувствовать сами усилие болт еще идет или уже встал почему я пользуюсь большим ключом усилие очень большое и воспользоваться маленьким будет очень тяжело и сложно поэтому не пугайтесь что такой большой ключ то есть сейчас я вот прошелся уже довольно хорошие усилия и нам еще после этого придется пройти еще круг еще по 120 второй этап закончили по 120 градусов сейчас дадим ей чуть отстояться вот пока она будет отстаиваться мы сможем собрать вокруг что-то дадим полчаса там час буквально стоимся и затянем последний круг я не вижу в принципе смысла вам рассказывать и показывать как мы соберем все это вот я думаю вам уже будет легче в обратном порядке вот собрать как ремонтировали как разбирали как снимается показал вот я думаю собрать вы уже все сможете главное то есть старайтесь чтобы все было чисто все аккуратно то есть не спешите главное если не можете запомнить то есть в голове где какой болт чё как состояла делайте фото или разбирайте там не знаю ну другом даже можете с другом по заглушки я вам говорил то есть заглушку мы будем делать на дроссельные заслоночки где-то даже у меня есть вот смотрите на данной машине то есть заглушку мы будем устанавливать вот здесь это как раз у нас такой переходной фланец между впускным коллектором и теплообменником вот здесь мы поставим заглушку то есть здесь довольно сложно это сделать вот тут мы оставим все штатно заглушим вот здесь здесь у нас холодное место она не сгорит нить чуть и не будет и допустим миллиметр-два будет вполне достаточно то есть она не сгорит есть люди когда глушат в горячей части я не вижу смысла то есть во первых она там сгорает все равно проходит какое-то время во вторых тепло выхлопные газы они не доходят до теплообменник и все видео наше на этом закончим поэтому как говорят там лайкайте гавкайте все всем пока я уже завел машинку все работает все отлично то есть проверили на утечки масла и охлажающей жидкости то есть сейчас мы ее грим поставили также заправочку кондиционера вот объем у нас 600 грамм если раздельный делали мы ремонт головки блока цилиндров и также мы увидели то есть все вещи которые сопутствующие шли вы заменили а именно именно у нас что-то было то есть вот насос водяной вот здесь дренажное отверстие и здесь видно что под высоким давлением когда газила головка блока цилиндров сальник подтекал то есть сама помпа то принципе не болтается ничего но сальник начал течь то есть помпочка вот так сборе шла оригинальная заменили и кстати она со шкивом шла заменили один ролик вот у нас трубочка как раз высокого давления которая вот болтается видите как она то есть не держится трубочку подачи давления масла и шкив коленвала так ничего у нас были прокладочки болты сальнички но в целом все сделали заменили сейчас также по просьбе хозяина посмотрим подвесочку сделаем компьютерную диагностику наличие качества масел просил посмотреть тормозную жидкость наличие масла в коробке то есть гур охлаждающей жидкости двигатель мы соответственно меняли поэтому нам это не к чему ну вот в целом у нас заняло это где-то два с половиной дня то есть разборка сборка и ремонт есть нюансы довольно сложно неудобно то есть но в целом если есть руки то все можно сделать всем пока ну ну Субтитры создавал DimaTorzok